Всем привет! Это проект Ютубер и рубрика интервью с блогером. Сегодня о своей творческой жизни нам расскажут Наталья Берсенева, которая делает обзоры на кукол, а также очень много путешествует. Ну что, погнали! Куклами я увлекаюсь уже очень давно, однако это увлечение я никак не развивала. Можно сказать, что в 2013 году, когда стал развиваться Ютуб, это сподвигло меня перейти на новый уровень в моем увлечении, начать снимать обзоры, коллекционировать и делиться этим с другими людьми. На самом деле я не знала, какая будет реакция, но реакция была замечательной и сейчас меня смотрят очень многие. И самое главное, что кукольный мир это не только детская история. Существует огромное количество коллекционеров, взрослых людей, которым интересны куклы. Они бывают настолько разными, настолько необычными. И кукольный мир это целая вселенная, которую я хочу открыть своим зрителям. Я снимаю не только обзоры на кукол, но и делаю кукольные новости, потому что, казалось бы, в этом мире, который знаком немногим, каждую неделю происходит что-то интересное. Больше всего в моей коллекции кукол Monster High, потому что это мои самые любимые куклы. Мне безумно нравится их концепция, их идея. Главная идея в том, что каждый человек уникален и нужно принимать себя таким, какой ты есть и развивать себя, не бояться, не бояться быть собой. Но особенную гордость в моей коллекции представляют авторские куклы. Они называются Оаками. Это когда фабричную куклу полностью переделывают и создают из нее уже, можно сказать, уникальный коллекционный экземпляр, единственный на весь мир. Также я горжусь своими эксклюзивными куклами. Их тоже у меня достаточно много. Это куклы, которые представлены только один раз в году на выставке San Diego Comic Con. И, кстати говоря, в этом году мне удалось побывать на этой выставке и там лично в San Diego приобрести этих кукол к себе в коллекцию. Что касается планов на 2016 год, я очень надеюсь, что у меня получится побывать на глобальных кукольных мероприятиях. Например, в феврале будет проходить выставка в Нью-Йорке, называется она Toy Fair. Летом опять-таки будет San Diego Comic Con. На этих мероприятиях я выступаю, можно сказать, вестником для моих зрителей. Я рассказываю в лайф-режиме, что там происходит, какие новинки выставляются. Это всегда очень интересно, и я надеюсь, что в следующем году все получится. Так что, если вам интересен кукольный мир, и вы хотите с головой в него погрузиться, то подписывайтесь на мой канал, если вы, конечно же, еще не подписаны. Начинающим видеоблогерам я бы хотела пожелать быть собой, верить в себя и не бояться экспериментировать. Только методом проб и ошибок вы сможете найти свою определенную фишку, которая зацепит зрителя. Ни в коем случае не расстраивайтесь из-за мелких неудач и старайтесь в критике видеть только конструктив. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому дерзайте, верьте в себя, и у вас точно все получится. Спасибо Наталье Берсеневой за интервью. Действительно, это очень круто, когда даже взрослым нравится такая, казалось бы, детская тема. Но, судя по развитию YouTube, и дети уже являются отличными блогерами. Сегодня в рубрике «Ютубер-цифры» мы поговорим о самых популярных аккаунтах, в которых ведущими являются малыши. Брат и сестра, каждый из которых собрал на своем аккаунте больше просмотров, чем Иван Гай. Знакомьтесь, мисс Кэти и мистер Макс. Осенью прошлого года отец Кати и Макса, назовем его Папа Андрей, создал два канала на видеохостинге. Посвящены они полностью детству его детишек. У каждого из нас есть свой фотоальбом, где хранятся старые фотографии с малых лет, а вот Папа Андрей поступил более современно. Ролики состоят в основном из того, что ребята развлекаются и распаковывают подарки, а также из небольших влогов, которые выходят практически каждый день. Как я уже говорил ранее, и у мисс Кэти, и у мистера Макса просмотров больше, чем у Иван Гая. Но и это еще не все. В свои пять лет Макс имеет почти 800 тысяч подписчиков, а Кэти еще неделю назад преодолела эту отметку, при том, что она на два года младше, чем Макс. Но даже после таких примеров, отечественному Ютубе есть что добавить. Степи Плей, аккаунт сына блогера Антона Ривалия, Степы. С ним мы познакомились еще из видео, которые называются Степи Блог. А совсем недавно у маленького блогера появился собственный канал, на который за месяц подписалось более 40 тысяч человек. И если так пойдет и дальше, то к совершеннолетию Степы на его аккаунте будет уже не один миллион зрителей. Так что вот такое вот у нас подрастающее поколение, прогрессивное, которое не даст нам рано расслабляться. Поэтому наши выпуски не заканчиваются, и мы подготовили для вас еще и горячие новости. В продаже появился альбом Ильи Прусейкиной группы Little Big, который сразу же забрался в топ на iTunes. Дима Ермузевич снял почти 12-минутное видео полностью без топов и монтажа. А Леша Позитифон сделал совместное видео о CS GO вместе со своей мамой. На этой неделе сразу два известных блогера завели дополнительные каналы на YouTube. Плюшевая Ксюша теперь имеет аккаунт, который называется Плюшевая девочка, и на нем она будет выкладывать влоги, ведь на основном канале этого не делала. А также Гурам из Рака Макофоб основал свой собственный канал. На сегодняшний день там уже почти 10 тысяч подписчиков. Кстати, Ксюша уже преодолела отметку в 40 тысяч. На этом наша сегодняшняя рубрика подходит к концу. Не забывайте, что в субботу в 20.00 по Москве на нашем канале пройдет розыгрыш футболок с автографами Натальи Берсеневой, а также Леши Позитифона. Для участия подпишитесь на наш канал, а также сделайте репост закрепленной записи в нашем сообществе в ВК. Ссылка в описании. А я с вами прощаюсь. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok